Дорогие мои, как видите, наши сухарики и греночки уже закончились, но у нас с вами осталось еще два пива. Это вот это пиво и это. Перед этим помним, да, что у нас было две банки Болховская пивоварня, одна немецкая, и, я не знаю почему, все отказываются пока дегустировать китайское. Решили, наверное, оставить напоследок. Ну, сейчас давайте большинством голосов решим, какое мы все-таки пиво пробуем. Вот это или это. Давайте, дорогие друзья, пишем, звоним, пользуемся чатом, поактивнее, дорогие мои. Дорогие мои, честно говоря, я уговорила оставить немецкое пиво и все-таки прикончить бутылочку или баночку китайского. Ну, давайте открываем. Так, ну давайте сначала, как всегда, начнем с аромата. Слушайте, честно говоря, я запах попробовала первое. Точнее, наш советский лимонад из автомата. Ну, давайте, на самом деле, это, конечно, шутка, в каждой шутке есть доля правды. А теперь давайте дегустировать. Ну. Очень слабо выраженный вкус пиво. Я же говорю, лимонад из нашего советского автомата. На немецком так же. Так, да, легкое разливное пиво. Ну, то же самое с немецким, легкое просто и все. Вот слышали, да, легкое разливное пиво. Ну, когда ты попробуй. Сейчас нам еще подойдут дегустаторы, поэтому давайте активнее мнение учитываем всех. Как всегда, дорогие, прямой эфир, звоним, пишем, пользуемся чатом. Как предыдущий немецкий похоже очень. Слушайте, дорогие мои, это очень смешно. Значит, вот это вот китайское, сказали, похоже на вот это немецкое. Такое, как из автомата из советского. Только у этого китайского какой-то фруктовый привкус. Так что, видите, не зря я вам сказала, у меня, у меня на это, дорогие мои, нюх, лимонад. Ладно, хватит, это шутки, как всегда, наших дегустаторов. Ну, все-таки нас добили. Давайте открываем немецкий дафр. Давайте. Мать, вот и собачку гостить. Собачки же пила, пиво для собак, хватит уже. Вот немецкого. Обойдется, но я понимаю, что собака немецкая будет немецкое пиво. Видите, как всегда, наши дегустаторы супер. Активнее, товарищи. Сильно, да? Смотри. Видите, как сильно пенится. Хотя, все знают, что мы пиво всегда наливаем одинаково. Ну что, как это, второе немецкое против китайского? Че, спину коснеть, подожди. Как это, немецкое против китайского. Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Как все знаете, у нас сегодня очередная дегустация, как всегда, в прямом эфире пиво. Кто, к сожалению, не смог подключиться, все как обычно, смотрите на канале. Звоните, пишите, пользуйтесь чатом. А сейчас, слушайте, это юмор, как всегда, наших дегустаторов. Вот такое китайское против немецкого. Перед этим у нас было китайское против вот такого немецкого. А сейчас у нас китайское против второго немецкого. Господа, делаем ставки. Какое пиво победит? Кто ставит на Китай, а кто на Германию? Давайте поактивнее участвуем в дегустации в прямом эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!